В этот день 3 декабря родились Григорий Сковорода, русский и украинский философ и писатель. Михаил Кошкин, советский конструктор, создатель знаменитого танка Великой Отечественной войны Т-34. По воспоминаниям Кошкина, он с молодых ногтей мечтал о судьбе военного инженера. Однако после гражданской войны его по разнарядке отправили в Вятку командовать кондитерской фабрикой. Кошкину было больше 30 лет. Казалось, мечта стать военным инженером уплыла. Но он не сдавался. Написал Кирову, известному партийному лидеру, с мольбой отправить его учиться. И получил ответ. Стране нужны свои грамотные специалисты. Мы рекомендуем вас в счет пар тысячи для учебы в Ленинградский политехнический институт. Впереди было знаковое направление в Харьков на паровозостроительный завод. В СССР не было отдельных танковых заводов. Зато боевые машины в ассортименте выходили из ворот тракторных и паровозных цехов. Время было суровое. Афанасий Фирсов глава КБ повторял. Сдадим сырой танк. Жди беды. А не сдадим. Головы полетят. И полетели. Под репрессией первым Фирсов и попал. А в работе над прорывным танком его сменил Кошкин. Под его руководством и построили танк-легенду. Будущее оружие победы. Т-34. Увы, триумфа своего детища Кошкин не увидел. Он простыл на испытательном марше своего танка. В сентябре 1940 года Харьковский завод провожал в последний путь Михила Кошкина. В этот день 3 декабря 1533 года на московском троне утвердилась великая княгиня Елена Клинская, мать царя Ивана IV Грозного. 3 декабря 1701 года по указу Петра I в Москве было разрешено открытие восьми вольных, то есть частных, аптек. 3 декабря 1875 года в Москве составилась премьера первого фортепианового концерта Петра Чайковского. 3 декабря 1917 года начались советско-германские мирные переговоры в Брест-Литовске. Они оканчивали для России боевые действия Первой мировой войны. Большевики пришли к власти не в последнюю очередь благодаря антивоенным лозунгам «Война без аннексии и контрибуции», то есть окончание кровавой Первой мировой войны прежде всего с Германией, безо всяких условий, как можно скорее. Такая идея нравилась многим в России. Только вот согласна ли с нею была сама Германия? Вот вопрос. На переговорах в Брест-Литовске это скоро и выяснилось. Туда выехали дипломаты Адольф Юофа и Лев Каменев, к которым позднее присоединился сам Лев Троцкий. Уже на следующий день они огласили свои предложения. Перемирие сроком на 6 месяцев, вывод немецких войск из Риги и Манзунских островов. В глобальном масштабе ленинцы предлагали заключить мир среди представителей Тройственного союза — Германии, Австро-Венгрии, Турции — без захвата чужих территорий и денежных компенсаций. Немецкий генерал Макс Гоффман заявил, что подобные условия выдвигаются только в побежденной стороне. Однако отметать все требования не стал. В итоге страны пришли только к временному перемирию сроком на один месяц. Второй этап переговоров состоялся зимой 2018 года. Владимир Ленин ратовал за сепаратный мир во имя спасения русской революции. Но Германия ждать окончания переговоров не стала. В феврале его войска активизировались и двинулись к Петрограду. В марте ситуация стала так печально, что Ленин соглашался чуть ли не на все условия. И даже он итоговый мирный документ назвал «похабным». Согласно ему, Россия капитулировала, освобождала гигантские территории от Украины до Кавказа с населением в 56 миллионов человек. Да еще платила контрибуцию в 245 тонн золота. Воистину, это был похабный мир. 3 декабря 1933 года начался дрейф во льдах парохода «Челюскин», продолжавшийся порядка пяти месяцев. 3 декабря 1965 года состоялся запуск межпланетной станции «Луна-8» для отработки системы мягкой посадки. Видим спад давления в шар-баллоне. До Луны 1200-1800 километров. И вдруг измерения высоты прекратились. Королев пошатнулся в мою сторону. Может быть ошибка? Случайный сбой? Нет, это был не сбой. В декабре 1965 года ЦУП наблюдал за посадкой на Луну советского аппарата. Но этого не произошло. Луна-8 разбилась о поверхность спутника. Удар должен был скомпенсировать резиновый надуваемый баллон, но он порвался. Однако эта же история внушала и оптимизм. Был только 1965 год, и СССР пока шел впереди США в лунной гонке. Казалось, еще чуть-чуть, и отработают мягкую посадку, а там и человек посетит далекий космический объект. Был жив еще Сергей Павлович Королев. Были живы еще надежды. 3 декабря 1166 года в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное открытие мемориала «Могила неизвестного солдата». Таким был этот день 3 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова